А в Симферополе тем временем пациенту с аритмией впервые провели операцию под воздействием экстремально низких температур. Это совершенно новый метод лечения, при котором сердце человека охлаждают до минус 40 градусов. С передовыми медицинскими технологиями крымских врачей познакомили московские специалисты. Все подробности в репортаже Анны Черных. В этой операционной лучшие умы кардиохирургии и ни одного журналиста. Операцию медики снимают сами, чтобы врачи не отвлекались на камеры. Московский хирург Игорь Хамнагадаев совместно с крымскими врачами проводит так называемую абляцию. Во время операции по кровеносным сосудам пропускают катетер и подводят его к источнику неправильного ритма в сердце. В больнице имени Симашко столичный хирург провел два вида абляций, разных как лед и пламя. Во время одной сердце нагревают до плюс 55 градусов. Во время другой словно помещают в морозильную камеру, охлаждая до минус 40. Сегодня эти операции считаются одними из самых сложных в кардиохирургии. Требуют освоения специальной технологии дистанционного управления катетерами. То есть нужно работать сердцем, которое сокращается. При этом нужно манипулировать катетером внутри сердца, позиционировать его под ультразвуковым или рентгеновским контролем внутри сердца и правильно наносить воздействие в той области, которая ответственна за развитие ритмии. При этом методика максимально щадящая. Операция проводится через несколько небольших проколов. На восстановление уходят считанные дни. Принесли нормальную операцию? Да, да. Восстановление быстро прошло? Мешку долго, да. Очень хорошо. Нормально, очень. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Владимир Кираль еще вчера был на операционном столе. Сегодня уже с улыбкой дает интервью. И от всего сердца благодарит врачей. Дискомфорт очень был в жизни. То есть кололо сердце, отдышка была. Ну в общем такие симптомы неприятные. Ну на данный момент я хочу после операции сказать, все отлично, молодцы. Молодцы сделали, все хорошо. Я очень доволен, что попал. Сейчас в Крыму есть такая возможность. У многих пациентов с нарушениями ритма сердца есть сопутствующие заболевания. Сахарный диабет и шимическая болезнь. В Национальном центре эндокринологии, откуда приехал Игорь Хамнагадаев, как раз оказывает помощь пациентам с несколькими патологиями. И больница имени Симашко намерена перенять этот опыт. Все отделения, которые есть в нашем больнице Симашко, такие же отделения есть у федерального центра. И в принципе мы хотели бы повзаимодействовать по всем этим направлениям, чтобы как бы довести уровень нашего лечебного учреждения приблизиться к уровню федерального центра. В больнице имени Симашко провели 9 таких высокотехнологичных операций. И в планах продолжить сотрудничество с федеральным центром. Обучить специалистов, приобрести дорогостоящие оборудования и поставить такие операции на поток. Уже в следующем году кардиохирурги больницы имени Симашко намерены помочь как минимум сотне пациентов с тяжелыми нарушениями ритма сердца. Анна Черных, Денис Ноздрюхин и Владимир Доненко. Вести. Крым.